...тема моего доклада Кавказский фронт во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Эту тему я выбрала с целью больше узнать о роли Кавказского фронта. В этом я вижу проблему данной темы, так как из Кавказии это мощные крепости Карс и Ордеган. Моя задача познакомиться с документами и литературой по этой теме. 12 апреля 1877 года Александр II издал манифест о войне с Турцией. Военные действия начались на двух фронтах – Балганском и Закавказском. Второй Закавказский фронт был призван оттенуть на себя часть османской армии и ослабить тем самым южную границу России. Командующий корпусом на Кавказско-турецкой границе был назначен генерал-адъютант Граф Михаил Тарыш Лорис Меликов. Военные действия просто предстояло висеть на одном на фронте, расстояние 30 верст. Местость в основном гористая. Готовясь к военным действиям, командующий корпусом обнаружил малочисленность в ливанском отряде и требовалось усиление этого подразделения. Было известно, что противник на Кавказском фронте имел более чем двойное превосходство в силах. Не говоря уже о мощных укреплениях, предстояло выяснить дополнительные сведения о неприятелях и его укреплениях. Только тогда можно было решить, идти на Ардаган и Карс или выждать подкрепление. Командующий корпусом просил высшее начальство переправить дополнительные силы, необходимые для осуществления такого плана. Получив подкрепление, можно было успешно действовать как внутри Кавказа, так и на фронте с турецкой армией. Передя границей с Турцией, войска корпуса штурм взяли крест БАИЗ. Российским войскам предстояло взять Ардаган и Карс. Генерал Кавказского фронта, прежде чем предпринять наступление, обсудил план действий. Ни в чем бы никого не состоялось, в какому бы вероисповеданию они им не подлежали. А врагом будет нашим лишь тот, кто поднимает оружие на защиту турецкого правительства вместе с турецкими войсками. Российские войска взяли крепости БАИЗ и Ардаган. Готовя штурм к Карсу, дворец Мериков часто вступал в разговоры с местными жителями на их родном языке. А также заручался поддержкой тех, кто стремился проложить борьбу за свою национальную независимость. Хорошо понимая, как важно расположить к русским турецкое население, дворец Мериков обратился к жителям Ардаганского Санжака со словами «Русский царь воюет вовсе не с вами. Он не желает притеснять вас в вашей вере, в вашем языке и в ваших обычаях». Посмотрите на меня самого. Вы сами знаете, что я не коренной русский, что я исповедую армянскую веру, говорю на своем языке. Все это не помешало мне быть савдаром войск русского царя, потому что тот русский царь награждает всякого его заслугам и способностям, не различая, кто мусульманин и кто христианин, кто русский и кто армянин. В нашем войске немало генералов из черкесов и татар. Живите себе спокойно, занимайтесь вашими делами, никто не тронет вашей верой. Таким образом можно делать вывод, что Русский Бериков являлся настоящим патриотом России, и нам ученикам необходимо брать с него пример, а также уважать людей, независимо от их национальности и вероисповедания. Спасибо за внимание.